Мы с вами, конечно же, любим радовать наших родных и близких подарками, приятными сюрпризами. Но может так получиться, что из всего многообразия придуманных нами шарфов, ваша половина предпочтет обычный шарф, связанный полным ластиком. И сейчас я хочу показать вам интересный вариант по оформлению края изделия у шарфа, связанного полным ластиком. Обычная косичка, наборный край, очень вам знакомый. Я показываю, конечно же, не целиком шарф, показываю кусочек. У меня пряжа в два сложения. Что могу сказать о полном ластике? Если вы вяжете тонкой пряжей в два сложения на машине пятого класса, в 90% случаев край изделия у вас получится рыхлый и будет волнить. А сейчас мы с вами изо всех сил постараемся избежать этой неприятности. Каретка у меня находится с левой стороны. На каретке установлен уже сразу же соединительный мост. И я поднимаю вторую флантуру. Плотность вязания на обеих каретках 1-1. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на крайние иголочки. На задней игольнице справа находится крайняя игла. На передней игольнице слева находится крайняя игла. И я провязываю один ряд. Иглы здесь стоят в работе. Здесь в переднем нерабочем положении. Естественно, рычаги настроены на то, чтобы провязать сейчас все петли на этих иглах. Результат достаточно предсказуемый. На иглах передней игольницы образованы петли. На иглах задней игольницы провязан ряд. Очень аккуратно я завожу между игольницами двухфантурную гребенку. Именно поэтому я начинала не на плотности 0, а на плотности 1. И гребеночка отлично заходит между косичкой и иглами передней игольницы. Ну и конечно, раз это полный ластик, нам нужен груз. Ну а сейчас я выполняю сдвиг на один шаг передней игольницы в левую сторону. В результате по краям на передней фантуре слева у меня две иглы. И на задней игольнице справа у меня тоже две иглы рядом. Дальше мы продолжаем с вами вязать обычным полным ластиком. Плотность скорее всего будет 0,0, если вы вяжете пряжи в два сложения. Я связала часть образца и сейчас выполню выстав игл. Каждую шестую иголочку на задней игольнице я уберу из работы. Это не репс, это просто полный ластик. Конечно же, при вязании тонкой пряжи вы можете спокойно перейти на вязание репса. И конечно же, получится у вас результат замечательный. Мы с вами сейчас свяжем несколько рядов ластиком с выставом игл и несколько рядов репсом с выставом игл. Плотность остается та же самая, 0,0, даже 0,0, если вы посмотрите на переднюю фантуру. Самое минимальное значение, так же и на основной фантуре. Вяжется великолепно, легко, спокойно. Ну и для полного счастья ставим репс, холостой ход в одну сторону. То есть мы просто включаем круговое вязание на основной фантуре. Почему именно на основной? Потому что выстав игл у нас был именно по задней и по основной игольнице. И когда по задней фантуре будут ряды провязываться через один, благодаря тому, что на передней все иглы находятся в работе, у нас не будет протяжек. Но плотность вязания на задней каретке мы увеличим до однерки. Вяжет только передняя фантура. Обе вместе. Процесс вязания точно так же проходит очень-очень легко. Ну а сейчас я перейду к завершению уже нашего процесса вязания. У меня каретка вновь находится слева. Я выполню обратный сдвиг игольницы. Иголочки заняли свое начальное положение. Конечно же не забуду отключить. И регулятор плотности на обеих каретках поставлю в положение 1.1. Так же как было в начале. Провязываю один ряд. Перевешиваю все петли на заднюю игольницу. Там где у нас с вами пустые иголочки, будет на иглах по одной петельке. На всех остальных иглах будет по 2 петельки. Ну и финальный аккорд, уже 100 раз вам знакомое, закрытие петель через колок. Если вы вяжете очень плотно, то можно закрыть не через колок, а обычным стягивающим способом, но тоже при помощи петли уловителя. Я сейчас достаточно плотно подтягиваю петельки, чтобы край у меня был плотненький. Естественно, для шарфа у вас будет связано полотно большей ширины. У меня в работе всего 40 петель. И если вы будете вязать на таких значениях плотности, как я, полотно будет достаточно растянуто на иглах. Поэтому, чтобы было легче закрывать, можно периодически снимать полотно с колков. Ну, а если вам нужно плотное закрытие, не заводите нить за колки, а просто закрываете. Чтобы не стянуть полотно очень сильно, вы можете край полотна навесить вот так вот на колки. и он не даст стянуть наши петельки. И вы видите разницу между размером петель или вот здесь, или сейчас я закрываю не через колок. И петельки получаются маленькие и аккуратненькие. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой замечательный край. Поверьте на слово, он очень эластичный. Это начало шарфа. Посмотрим теперь на все переплетения, которые мы вязали. Вот полный ластик. Переходит в ластик с выставом игл. Но смотрится замечательно. Дальше у нас пошел репс с выставом игл. И тоже отличный эффект. Но в отличие от ластика, который отлично тянется, ластик с выставом тоже в принципе эластичный, но не так сильно, как обычный ластик. А репс не тянется вообще. И теперь то, как мы закончили процесс вязания. Здесь точно так же у нас по краю образуется косичка. И все-таки я советую закрывать через колок. Посмотрите, вот они наши очень маленькие аккуратные петельки. Но прекрасно видно, как они стянули полотно. При закрытии через колок у вас получатся такие же ровные аккуратные петельки, как и в начале. И еще один момент. Мы с вами выполнили сдвиг игольницы так, чтобы по краям оказалось две лицевых. С одной стороны и с другой. Посмотрите, благодаря этому, какой аккуратный край у нас получился. ровный и то же самое с другой стороны. Красиво и аккуратно.